Зона Зона Добрый день, Лариса Петровна Дядь, мы что тут? Все настроение испортило Гоша Что же ты за дело молчишь, Гоша? Выяснил, кто к нам водяру таскает Народ говорит, через Пуп Корей канал идет Ну, что еще народ говорит? Разные Кум повесился Странно это Ну, давай, давай, чего вылупился? Снега никогда не видел Прости, начальник, месяц не был в клетку, дай отдыхнуть Давай, грузись живо Добрый денечек Товарищ капитан Здорово Слышали новости? Кузя умер Жив пока В реанимацию без сознания Не выкарабкается Мыслимо с такой высоты навернулся А какая мораль? Мораль? Мораль простая Меньше пить надо Кузя умер СловERT Ау МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует... 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 Понимаете? Найя! Найя! Спаси меня, падла! Найя! Спаси! Спаси меня, сука! Скиньте меня, дурак! Проси меня, Коленька. Проси, просто я так испугалась. Мне показалось. Господи, как я за тебя боюсь. Гоша, свободен. Со мной все будет хорошо. С тобой тоже все будет хорошо. Ничего не случится, Лар, ничего плохого. Это ты видишь. Нельзя было тебе сюда приходить, а? Мы договаривались. Нет, нет. Я не могу одна. Мне страшно. Ты слышишь? Опять? Лара, мы же... Ты принимала лекарства? Нельзя! Прекрасней со мной разговаривать, как ты сумасшедший. Я старого. Понимаешь? Он затаился. Уже два дня, как ты видишь, шевелится. Я чувствую, что это плохо. Что будет беда. Давай уедем отсюда. Давай уедем с этого страшного места. Куда уедем, Лара? Что за фантазии? Лара, ну потерпи. Ну потерпи. Потерпи немного. Я... Вот увидишь. Я добьюсь перевода. Куда ты хочешь. Хочешь к морю? Там тепло. Фрукты. Хочешь розы, а? Розы, к вас сядем. Хочешь розы? Лара. Розы. Лара. Розы. Розы, это хорошо. И Сашенька из очеречи вернется. А мы заживем, как прежде. Не обманывай меня больше. Никуда тебя не переведут. Ничего нельзя поменять. Ничего. Э! Напрями, может полегчает. Иди сюда. Эй, Болит, угощайся. Извини, Федор, мне отдавать нечем. Давай, давай, давай. Мы тебя в свою семейку приглашаем. Спасибо, Федор. Не помогай! Жалко его. Жалко у пчелки. Не обращай внимания, все будет нормально. Да не могу. Плохи твои дела. Надо не снов вскрывать. Ты что, приветствовать меня хочешь? Ай, болеть! Отвали от него! Да поймите же вы, все крайне серьезно. Если так пойдет дальше, он может умереть. Заражение крови. Эй, мама! Я вызываю вас в карцер! В карцер! Да валяй! Так, стоп. Герман Иванович, царство ему небесное. Ну, Рыгюль, читай, открой личико, ну, черт. Давай перемотаем. А дальше произошел разрыв линии. Весь следственный корпус отключился. Угу. Разрыв произошел в 5.45. Давай попробуем другую кассету обратно перемотать. С момента обрыва. Легко. Только ты мне объясни, зачем это все надо, Юр? Пока не знаю. Так, стоп. Вот с этого момента поподробнее. Привиделось что-то. А потом пошел и повесился. Не повесился. Нашли повешенным. Улавливаешь разницу? Иди ты. Какого дьявола, Степанов? Что здесь происходит? Успокойся, Вадим. Это я попросил. Товарищ майор, да тут такое. Виллер-то. Похоже, убили. Убили? Следствие ведут колобки? А тебя хозяин вызывает. Комиссия к нам приехала из областной прокуратуры. Что, не в курсе? Поналетели, Коршун. Улыбаемся. Здравствуйте. Пашка. Степаныч. Вот узнал, что-то тебе комиссию снаряжают. Напросился. Да и думаю, повидаю. Старого друга. Пойдем? Пойдем. Ну, как вы сегодня себя чувствуете, Павлов? Как в тюрьме, гражданин следователь. Закуривайте. Не курю. Напрасно вы считаете меня своим врагом, Павлов? У меня работа такая. Сочувствую. А вы владеете стрелковым оружием? А почему вы спрашиваете? Вы умеете стрелять? Очень плохо. Да? Да, я в основном планированием занимаюсь. А по показаниям свидетелей, вы отлично владеете стрелковым оружием. А что вы имеете в виду? Ознакомьтесь. А, да. Это правда. Это было на корпоративной вечеринке. Мы стреляли из помповых ружей. Я стрелял впервые в жизни. И выбили девять из десяти. Мне повезло. Да. А к чему вы это спрашиваете? Какое это имеет отношение к моему незаконному задержанию? Значит, так и запишу. Стрелять вы умеете. Я отказываюсь давать показания. Больше я вам ни слова не скажу. Нет слов, Степаныч. Впечатляет. Устроился, как у христа за пазухой. Хозяин одним словом. А, не жалуйся. Вот новый корпус выстроим, больничку отстроим. Не тюрьма будет, а санаторий, да? Ну, как ты работу выстроил, я уже понял. Давай-ка мы лучше с тобой за жизнь потолкуем. А? Идите. Идите. Значит, в хозобслуги у нас осуждены по нетяжелым статьям. Товарищи будут задавать вам вопросы, а вы отвечайте. Ну, как вам здесь? Нравится? А то. Нравится. Нравится, нравится. Администрация всеми условиями нас обеспечивает. Питание трехразовое, нормальное питание. Баня. Вовремя баня. Баня вовремя. Игровая площадка есть. Вот. Игровую площадку посмотрите обязательно. Футбольное поле. Летом сетку ставим. Зачем же сетку? Так, теннис большой. Пойдемте, я вам покажу наше подсобное хозяйство. Ну, пойдемте, пойдемте. Передус покончен. Арберт, арберт, господа. Слышь, Митяй, как бы он ласты не склеил. Подярый ему дай. Да, страдали зубастые. Кладни беленький. Не могу я. Может, я зуб нафиг вывезу? Отвали! Печаль. Печаль. Обру я. Пусть я его лимпажа манит. Твоя пацанская воля. Вали! Ай, вали! Лежь меня. Подожди, Андрей. Не в обиду, Петень. Тебе, походу, помощь предлагали. Ты отказался. Поезд ушел. Извини. Нужен спирт и заточка поострее. Половину спирта внутрь, остальное оставь на примочке. У меня только за Ларису сердце болит. У нас же не всегда такое было. У нас в 99-м году бунь случился. Помню. Помню. Это когда блатные заложника взяли. Лара моя тогда почти сутки пошел. С ножом у горла просидел, а с тех пор же сутка бы помучилась. Не уберег я ее, моя вина. За жену Коли не беспокойся. У меня психиатр знакомый есть. Мировое светило. Подлечит твою Ларису. Все на место встанет. Да. Завяз ты здесь. Без вариантов, Паша. У меня до пенсии года два-три осталось. Жизнь как-то мимо прошла. Отставить тоску. Да. Ну, знаешь что, Степаныч? Заберу я тебя к себе в управление. Денег ненамного больше, но... Место спокойное. Да и квартирку получишь. Не делай это старость в общежитии встречать. За тебя, Паша. За нас, Коля. За нас. А где Степанов? Отпросился. Температура у него. Мне нужна кассета. 13,59. Архивная. Вы опоздали, товарищ капитан. Я ее уже стерла. Как стерли? Кто вам разрешил? Это Шверник приказал? Нет, инструкция у меня такая. Я время от времени чищу архив. А в чем дело, товарищ капитан? Слышишь, пиздень. А походу, здорово я болит на жучках натаскался. Теперь они тебе все как на собаке заживет. Итюнь, а погонялось сменить не хочешь? Может, нам тебя чихуем кликать? За чихуя ответишь. Чихуя-хуя, это самая маленькая в мире собака. Маленькая такая, но борзая. Тебе нужно поласкать рот. О, братка, сейчас он тебя в рот приласкает. Вали отсюда! По хавам! Че вылупился? Вали! Нашел по дому одного канава! Чищуха у меня макоса! Достало, достало, достало! А я же тебя, дурачка, предупреждал. Нельзя связываться с этим взбродом. Ничего, ничего, Федор, ничего. Мне завтра должны ответ на касацию принести. Я выйду отсюда. Я выйду. Ну, Володя, давай покажем, на что мы способны. Увольнительное в город. Не забыл? Было и восемнадцать. Никому не доступно. По напрасну ребятам Увлекались, а ей не одарит улыбкой. Не полюбит как надо И с каким-то презрением Все глядит на людей Не одарит улыбкой Не полюбит как надо И с каким-то презрением Все глядит на людей Не одарит улыбкой Не полюбит как надо И с каким-то презрением Все глядит на людей Спасибо Душевно А вот этот висок-то, висок Вы знаете, висок Тара-тара-тара-тара-тара Таращит глазки Пара звездочек наисказок Только-только тот лишь достоин Ласки У кого серебристый висок Да за всю мою жизнь Пожалуй Наконец-то мне праздник Самой Уноси меня, коль мой шалый Безобразничек мой Уноси меня, коль мой шалый Забразничек мой Сюда, сюда, мадам Так я вот к вам приеду Дорогой Сергей Сергеевич Летом в теннис сыграем большой Ждем, ждем Обязательно приезжайте Мы как раз в баню туда Ой, тогда я вас поцелую До свидания До свидания Счастливо Представь себе Взятки брал Прямо у меня под носом Никому доверять нельзя Везде уродов Ваша хватает Вот-вот Повязали этого урода Так он Шантажировать меня начал Имя мое честное Измазать грозит Если не вытащу Ты мне скажи Я тебе могу Чем-нибудь помочь Можешь Я к тебе Этого недоноска переведу Так ты ему В общую камеру засуни Пусть бы там Мозги прочистят Не прощаемся, Коль Само собой Паш Чао Да Насчет консультации Для Ларисы Я завтра же Светили позвоню Угу Ты ешь, ешь, Володь Когда мы еще Такое застолье Организуем Пополновал ты меня Душевно спел К областному Начальству понравилось Встал на путь Справления Стоя до конца Выпьешь? Так как насчет Увольнительного Спел ведь Будете увольнительным Ты погоди Федор Игнатьич Увольнительный Это раздавать Ну так Спел же Служил Вы же обещали Олег Николаевич Чего нас Федор Игнатьич За дураков держит Мы тебе увольнительного А ты раз и стал на лыжи Да? Ну че расселся Бегом в камеру Олег Николаевич Так же нельзя Ведь оно Теперь мне рта не раскроет Раскроет Федор Игнатьич Еще как раскроет А если надо Так и споет Это же психология Федора Игнатьич Простая психология Да 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 Товарищ майор Да Будет сполна Да Машутка Радость моя Товарищ лейтенант Товарищ лейтенант Привез Привез Охрело так поздно Почему через задний ход? Я не знаю Сказали я привез Свободен Здорово Стоять Зорька Команды Келиться не было Да ладно тебе Лейтенант Держи 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 Че ты? Я следователь прокуратуры Полосков Ты ж мое супроводиловку Видел Че ты вякнул Сидор Гноний Я сам решил Что тебе делать Что нет Разделся живо Подожди Ты видишь меня С черного хода Вот и я здесь С черного хода Снять штаны Капитан Наклонился Присел Ниже Ниже Тудилов слушай Да товарищ полковник Слушаю Без досмотра Понял товарищ полковник Слушаюсь Ну че рэком встал Одевайся Стоять Стоять Вперед Стоять Ну аккуратней ты Давай давай Двигай Что двигай Ты че не понял что ли Я свой Я следователь прокуратуры Я капитан Сочувствую Мусора у нас-то суждетки Не в авторитете Как нас суждетки Да мне отдельную камеру Обещали Для работников органов А прикалываешься да Шутни Какие уж тут шутки Матер Уголовники Братва здесь Что Ты смотри Помалкивай Не дай бог узнают Что ты мусор Подожди Стоять лицом Подожди Как уголовники Вы не имеете права Мне нельзя к уголовникам Нет Нет подожди Подожди Я не буду Пожалуйста Так не надо Пусть не Зачем я Привет бродяги За побудку раннюю Извиняйте Ментовской беспредел В натуре Ой Ты чай же будешь А? Что? Чай будешь говорю Я из питерских босиков Залетный Потом что-то щипач Третий раз Третий раз К бортному Подшиваться Еду Номерок К ноге Пока не пришпилили А? На лбу Тоже не написано Погонял твой Как? А? А ты? Геннер? Чего? Лопатник Лопатник Погонял Про этого Слышали? Посла немецкого В Мариинке Моя квалификация Да Так вот ты какой Гена Лопатник Ну слышали Да? Ну что? Заходи лопата Да ты Ты не гоношись Не гоношись Сначала прописку Надо пройти Чего? Прописку? Ты это Не по масте рангуешь Не в огорчении тебе Такие уж у нас Порядки И обессудь Ты как пропишешься? Да, да Ну не Ну если порядки Да Конечно пропишусь Пропишусь Федя, Федя, Федя Я все понимаю Ты Арестант у нас уважаем Ну ты мужик Поэтому в наши Блатные дела Не лезь Договорились? Ты кто, лопата? Шахтер или летчик? А, летчик Летчик, летчик За летчик Да, летчик С какой шконки Прыгать будешь? С верхней С верхней На шахматы Да это знаю я все Ты в моей конторе была? Была Как ты себя чувствуешь? Нормально Ты зарплату мою получила? Не волнуйся, получила Тебе дети письмо написали Наташа, что-то случилось Что на работе? Уволили тебя с работы Да Вызвали в банк и сказали Нужно пересмотреть вопрос об ипотеке В связи с изменившимися обстоятельствами Леш Что будем делать дальше? Ничего, Наташа В банк сходи, ничего не подписывай Ага Пока меня не осудили, они не имеют права Кстати, я разговаривала со следователем Светлана Адольфовна Она очень тебе сочувствует И говорит, если ты будешь сотрудничать со следствием У тебя все будет хорошо Слышишь? Слышу Я тебя люблю И я тебя Ты, Лопат, не надейся Ловить тебя никто не будет Если б ты знала Пошел Если б ты знала Как тоскуют руки по штурвалу Извините Есть одна у летчика мечта Высота Высота Самая высокая мечта Высота Высота Сильнее, держи Перепошел Да ладно, ладно, братва, покуражились и хватит Может хватит, а может и нет Молодец, молодец, Лопата Будем считать, прописался на яй Разделаем адрес, отдыхать Что-то на месте киснешь Да у сына завтра день рождения Десять лет Ты бы кончал душу, что драконь То и тебе двинуться можно Я таких, как ты, много перевидал А средачка-то что говорит? Ой, да глупости спрашивает Умею ли я стрелять И все время пишет Пишет, пишет, пишет Мне пистолет подсунули А она спрашивает про какого-то Гаврилова Ну не знаю я никакого Гаврилова Игоря Анатольевича Гаврилова? Слушай, не знаешь, Горилыча Он же в нашем городе авторитетом был Авторитетом? Вообще он был Так его недавно грохнули А стрелка-то, между прочим, не нашли Может Из твоей пушки Сначала вырубается видеонаблюдение В следственном корпусе Это первое Второе Кабель имел механические повреждения Кузя сказал И сам Кузя Это третье Только он мне хотел показать перерезанный провод Сразу закремел с лестницы Видел бы ты его лицо на записи Степаныч Его убили Юра Юра, вот предсмертная записка Велера Дома нашли Ухожу добровольно В моей смерти прошу никого не винить Следствие закрыто Юра Да вы чего, братва? У параши? Даже дети знают, что за подло Да ты не менжуйся У нас в хате все оттуда начинали Ну ты же видишь, свободных шконарей нет Как освободятся, и переберешься Давай, давай, брателло Стой, не делай этого Зачушкаришься Так, 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 так Никакай болит, наблатыкался Ты за базар отвечаешь? Отвечаю, Мить Ну каждый знает, что порядочному арестанту западло под шконкой спать Ну ты что ли вместо него под шконарей забьешься? Свободных мест сам знаешь нет Нет, Мить, под шконку я не полезу Пусть лопатка ко мне лезет Давай, приятель, ко мне по очереди будем спать Все по понятиям, Мить Никто не возражает Да без базара я болит Мастерски разрулил Ну учти Впрягся за щепача Теперь за его косяки Отвечать на равных будешь Усек? Крылов Касатку получи Распишись, что видел Сочувствую, Андрей Викторович Приговор оставили без изменений Вспомним Касатку получили без изменений Вскум Сочувствую Вспомним По поводу Наши Сочувствую Сочувствую Тепудđ Наши Вспомним Касатку Д евịch КОНЕЦ 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 Что скажешь? Свежий снимок. Он ведь майора недавно получил. Юр, может успокоишься уже, а? Ну сам он или помог кто. Виллеру теперь все равно. Мне не все равно. Не знаешь, кто с ним? Ну узнаешь ты, что это за баба. Ну дальше-то что? Может зацепка будет какая. Ладно. Спасибо за помощь. С Катей поговори. У них вроде что-то было. Проходи. Сухой, Дмитрий Константинович. Распишитесь. Свободен. Свободен. Слышь, маляву, галки мои отошли. Стосковалась по мне, поди. Галка у меня. Такая биксосправная. Евг眼. Псих. М aire. Псих. Псих. Подошёл состав с далёкой пересылки, пассажиров поднимается этап. Жизнь лихая создала им предпосылки, что не выпустит закон из цепких лап. Зона, зона, без озона, всё сезонно. Зона, зона, без резона, коннительный. Зона, зона, не к сидельцам, не к погонам. Не спешит выйти апрельская капель. Напишите заявление в медсанчасть в СИЗО. Там есть медицинская карта вашего мужа. Врач решит, какие лекарства ему нужны. Но я писала, на это нужно время, а у мужа бывает несколько приступов в день. Николай Степанович, помогите, пожалуйста. КОНЕЦ Ты должен опознать человека. который стрелял в Гаврилово. Да как же я его узнаю-то? Я ж его не видел. Гражданка следователя, я ж за рулём остался. А Горилович возле подъезда грохнул. Ну, в смысле замочили, в смысле убили. А ты напряги, напряги память. Давай, напрягай. Давай, давай. Ну, ты наверняка его заметил. Может быть в зеркале заднего вида. А? Не торопись. Вспоминай. Лёш. Девчонки звонили с моей работы. Уговаривают вернуться. Наташа, ну, мы с договаривались. Занимаешься домом и детьми, а я сам смогу нас обеспечить. Ну, потерпи. Потерпи, надо до суда дожить. Там разберутся, меня выпустят. Хорошо. У Машки зуб выпал. Как выпал? Ну, так короче, надо. Зуб молочный. Он должен выпадать. Слушай, а можно нам прийти с детьми? Я узнавала, говорят, можно. Нет, не нужно. Сюда с детьми ни в коем случае. Всё. Всё, всё, всё. Давай, вставай. Да, я спала с Вилером. Дальше что? Вы фотографировались? Нет, мы не фотографировались. Нет, мы в ЗАГС вместе не ходили. Вопросы ещё. Кэт, не знаешь, кто это? С Вилером. Не я. Мужики все сволочи. Что это? Катя, это хозяин. Полосков. Ну да, хозяину Полосков, но Костюхин сам попросил выкидывать все письма от Полоскова. Ты смотри, как козлёнок снегу радуется. Митяй, когда мусору предъявим? Предъявить мало. Надо обосновать так, чтобы отбрехаться потом не могу. Да обоснуем. Жёстко. Пусть пока потелебаете. Приятнее резать будет. Так давай сначала с петушем, а потом порежем. Слышь, а чё ты всё с петушём, с петушём? Ты не запал на меня сейчас? Да вы что, братва? Митяй. Да вы что, такой случай выпускать, а? Хоть раз в жизни мента поимеешь. Ага. Поимеешь его. Их вон, девять козлов стоит. С предела, натурия. Лезет на трюм, ушел и поле всякое. С того ни одного порядочного арестанта не останется. Всё, строится. Домой. Ничего. Будет на нашей улице праздник. И очень скоро. Фотография должна соответствовать личности. Вот, теперь другое дело. Профиль. Это самое главное, на конкурсе. Так выложись, чтобы все вздрогнули, а потом уже об условных досрочных поговорим. Верёд! На свободу, хочешь? А-а-а! 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 Пошел! Ты чё, Митей, пасть не раскрывай? Войне ромистом. А чё, все знают, что Чигу опустили? Воспрямил опустили. Да какая разница? Одна даёт, другая разница. Вот, Чига как раз и даёт. Видишь, с ментами как спелся. Я бы такую обиду кровью смыл. Смоешь. Гражданин Апальский, вас ознакомили с процедурой опознания? Да, ознакомили. Гражданин Апальский, напоминаю об ответственности задачу заведомо ложных показаний. Пожалуйста, подойдите поближе и укажите, есть ли среди этих людей человек, который стрелял в Гаврилова А.К. 3 октября этого года. Это точно он. Вырастись яснее. Этот мужик в Горилович, в смысле гражданина Гаврилова, стрелял. Я видел. Это зеркало заднего вида. Да вы с ума тут съехали? Какой в жопу Гаврилов? А ты? Да ладно, всё, всё. Съёмки следственного эксперимента приостанавливаются мной, младшим советником юстиции Колесниковой, для оформления протокола. Вот такие дела, Алексей Михайлович. Володя, ну нельзя же быть таким безответственным. Ты же взрослая личность. Должен понимать всю важность момента. К нам едут гости, серьёзные гости. Нужно спеть. Нужно. Споёшь, я тебя в город в увольнительную отпущу. Споёшь? Давай. Тёмная ночь, только пули свистят по степи. Стоп! Володя, в чём дело? Так и я могу. Ты талант, талант свой покажи. Душу открой, плакать всех заставь. Слушай, письмо надо домой отправить. Управляй, как положено, через депутат. Это долго. А ты сегодня в ящик и опустишь. Вот, сомат. Сделай. Договорились, Олег, на пятницу ничего не планируем. Ну что, Алексей Михайлович, у нас собрана достаточно улик и доказательств, чтобы предвидеть вам обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьёй 105, частью 2. А раньше вы мне другую статью шили 222, кажется. Дело переквалифицировано. Вы обвиняетесь в совершении убийства. Вы признаёте себя виновным. Я никого не убивал, и вы об этом знаете. Вам грозит лишение свободы, сроком от 8 до 20 лет. Суд учтёт ваше признание. Да вы можете объяснить, что происходит? Почему ты сунул Полоскова в эту хату? А почему я должен создавать ему особые условия? Да ты прекрасно понимаешь, о чём я. Полоскова нельзя там держать, он же бывший сотрудник органов. Сотрудник органов? Он взятки брал, твой сотрудник органов. Он преступникам помогал. Степаныч, да такие дела не делаются в одиночку. Полосков стрелочник. А те, кто с ним дела вместе проворачивали, те его сюда и упекли. Что, у тебя доказательства есть? Слушай, что ты с этого имеешь? Покров! Надеюсь, он этого стоит. Да. Да. Решите, товарищ майор. Тут это, ну, Полосков из 27-й письмо написал. Дорогая Галь, передай, сама знаешь, кому, что если он меня не вытащит, то я сдам всех, с кем умел делать. Ещё, переложи, сама знаешь, что, наш тайник. Это единственная гарантия моей жизни. Понятно. Вали на пост, и чтоб никому. был войдён. 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 Колбаска. Отлично. Романов! Ага, ага. Так, проверяй. Так, сейчас. Все нормально, расписывайся. Ага. Так, следующий по списку. Павлов! Павлов! Оглок, что ли? Я отказываюсь от передачи. Ты что, сдурелся-то? Павлов, я долго ждать буду? Я объявляю голодовку. Проездки уже в курсе? Нет еще. Я сразу к тебе пошел. Жалко лужака. Сломают его, Раевский. Поговори с ним, а? Может, убедишь? Павлов! Давай сюда. По какому поводу голодаете? По поводу вашего ментовского беспредела. Степа, давай его ко мне отведи. Я готов выслушать ваши претензии. Претензии. В ihm Be eines Jupiter Oftentimes, у makes всеhitелiness. Прекрасно, в машине ahí. лицом к стене удачу удачу прошу вас прошу вас фамилия полосков я бывший сотрудник органов меня нужно в отдельную хату в ментовскую у вас есть какие-нибудь претензии по существу вашего дела? у меня все претензии по существу моего дела меня нужно изолировать иначе они меня убьют понимаете? ваше дело будет рассмотрено все следуйте по назначению пошел товарищ подполковник меня же могут отпустить по миссии я же не особо опасный помогите мне раевского ко мне ваше дело океана ваше дело ваше дело Уходите. Вызывали ты еще подполковника? Садись. Тут такое дело, понимаешь. Садись. Заключенного одного надо перевезти из камеры 27. В какую? Можно 123. А о ком речь? Товарищ подполковник, здесь машина прибыла из областной прокуратуры. Мащенко Павел Сергеевич с водителем. Ясно. Так как фамилия заключенного, которого надо перевезти? Фамилия. Да нет, пока никого никуда не надо переводить. Фамилия. Вы можете отстаивать свои права, но голодовка — это не способ. Зря тратите время. Послушайте, я хочу помочь вам. Расскажите все, как есть. Как есть? Вы не поверите, гражданин начальник. В вашем заведении творится произвол. Да нет, я все понимаю. Надо же как-то преступление раскрывать. Наверное, мне не повезло. Я оказался не в том месте, не в то время. На моем месте мог бы быть любой. Иванов, Петров, Сидоров. Вы меня понимаете. Попался под горячую руку доблестным блюстителем закона. Попал в обмолот. И все. Закрутилось, завертелось. Подпишитесь здесь. Ознакомьтесь, пожалуйста, вот с этим. Будьте добры, ответьте на этот простой вопрос. Ты еще ничего не понимаешь. Ты все ждешь. Вот сейчас они одумаются, посмотрят на тебя, увидят. Как же глубоко они заблуждаются, извинятся перед тобой. Простите нас, товарищ Павлов. Ну-ну-ну. Зачем? Когда уже столько труда вложено, столько протоколов исписано, нового стрелочника искать был бы человек, а дело найдется. Хорошо. Почему отказывались от адвоката? Да потому что я ни в чем не виноват. Потому что я должен семью содержать, а не тратить деньги на адвокатов. Можно воспользоваться адвокатом от государства. Это бесплатно. В общем, он должен помочь. А сами вы в это верите? Буду голодать, пока не сдохну. Это единственный способ обратить на себя внимание, привлечь внимание этого прокурора. Кто у вас там за этим? Да, все верно, правильно. Надирающий прокурор. Хорошо. Пишите. Что писать-то? Ваши требования. Надо зафиксировать факт голодовки. Иначе никто ничего не заметит. Здорово, Степанович. Привет, Паша. Присаживайся. Да я на минуту. Мимо проезжал. Вот. Лекарство для твоего рейса. Новое. В России такого не даст. Спасибо, спасибо. Огромное спасибо. Сколько я тебе должен, Паша? Степанович, брось. Это я тебе должен. Кстати, а как там наш шантажист? Напуган очень. Мне кажется, он тебе не опасен, Паша. Амнистию расчет. Конечно, конечно, он попадет под амнистию. Куда он денется? Думаю, недолго ему здесь мучиться осталось. ГОВОРЯТ НА ИНОСТРАННОЕ Слышь, лопата, к дубку подгребай, базар есть. Че за базар-то? Да не бздол, не бздол, лопата. Или ты за собой что-то чувствуешь? Я за собой крови этой шконки ничего не чувствую. Привет тебе от братвы лопата. Все-таки жалко этого полостого, Паша. Как это он безобидный, как овца. Да все будет в порядке, вот увидишь. Ты ж понимаешь, нам в прокуратуре его судьба тоже не безразлична. Понятное дело, свои люди. Вот именно. Да, Степаныч, я твою кандидатуру наверх представил. Мой заместитель на пенсию, так я поговорил с кем нужно. Так что готовимся. Ты не очень торопишься, Паша. Там наверху могут не утвердить мои переводы. Да ты что, старик? Тебя я рекомендовал, я. Не сомневайся, Коля. На то мы и друзья, чтобы помогать друг другу, а? Ну и что с Володей, не пойму. Прямо как подменил. Ну, вроде бы и радоваться должен, не огрызается, поет послушно. Но не толк. Так объясни толком, в чем дело, исправим. Без души поет. А я же чувствую. Свободы бы ему. Свободы глоточек. Олег Николаевич, это бы мою ответственность. Повольнительный. Один день. Я с ним сам в город схожу, пусть Володя разницу почувствует. Ну, за что поет, так сказать. Спасибо. Он у меня тогда так споет, так споет. Все конкурсы наши будут. Федор Геннадьевич. Ты про увольнительную забудь. А печаль твою я понял. Запоет твой чига слаще прежнего. Обещаю. А ты, Лопатов, в натуре авторитетный поц, оказывается. Лазарь с Тенгизом тебе приветы шлют. В несознанке, в непонятке. Что ты скромняк воткнулся. С мужиками ручкаешься. А о подвигах своих молчу? А? Нет. Я просто... Я за делюгу базарить не привык. За делюгу не базарь. За подвиги свои забацаны. Ну, пусть все послушают. Сейчас. Что такое? За делюжет. Значит, нарисовались как-то с куришем на одну хазу. Стоп. Машина. При чем здесь хаза? Ты щипач вроде. Ты че? Ну, это, нет. Я ж потом щипач. Щипач я потом стал. Потом. После второй ходки. А по началу, по молодости, я вот с куришем по хазам, по богатым шкафам. Ясен пень. Ясен пень. А кто у тебя в корешах-то был? Что? В корешах. Жора Московский. Так знаем Жору. Главой корточек. Ну? Говорят, что он на зоне ласты склеен. Да. Да. Ну, царство небесное. Вот. Нарисовались на хазу, а там рыжья немерено, капусты. Ну, все начнется. Сидим, значит. Чемоданы пакуем. Все чики-чики. Дверь на выхлоп. Входит хозяйка. Хозяйка. Входит там. Такая груда. Ставь все это самое. В приемника. Так порешить ее надо было. И дело с концом. Нет, 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 нет. Она нас увидала. Даже шухер поднимать не стала. Вот. Говорит, берите, берите, что хотите. Только хотя бы вот пару деньков у меня перекатуйтесь. Ха-ха-ха. Хрена. Ну, что ж. На хрена. Лянулись мы ей. Что, сразу оба? Оба. 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 Ну. Оба. Оба. Недели у нее выживались. Даже брать ничего не стали. Ура. Вы же не шалашовки вокзальные. Чтоб за перепих ржавьем брать. Ну. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха. 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 Ха-ха-ха. Ну. Теперь я байку расскажу. Жил на свете. Такой мусор. Старший следователь прокуратуры Геннадий Полосков. Знакомая личность? Я тебе клиента нашел. Нет, конечно, не богатого. Ну да, как обычно. И дело сложное. Но это же у нас профессионалка. Ты обязательно его вытащишь? Слушай, Лен, выручать надо человека. Спасать. А к кому еще обращаться в такой ситуации? Как за письмом родственников? Я лично перебиваю. Ну, какого черта, Багров? Какого черта что? У нас, оказывается, голодовка. А ты мне ничего не доложил. А зачем тебе мои доклады? У тебя же везде свои уши. Пусть они свой хлеб отрабатывают. Заявление следователя, начальнику тюрьмы, прокурору, начальнику ФСИН, в комитет по правам человека при президенте. Еще на твое имя. Значит, твоих рук дел. А ты вообще на чьей стороне, коллега? Я? Я за наших, кум. Разрешите идти? Да, конечно. Ну, ничего. Алло, Ленка, ку-ку. Да. Слушай, ты еще? Что? Спасибо, Лен. Да я в тебе не сомневался. Все, целую. Что скажешь, Генка, мусор? Я! Я, господи! Я же ваших авторитетов на волю выпускал! Вы их спросите! Что ты тяпкаешь, сукаедина? Языкщика карман набивал. Братва, что тут базарить, а? Ясен петь! Да полить его надо, да полить! Я в больнице тоже, она! Простите! Пожалуйста. Камеру! Пожалуйста. По одному. Я по-пустому не предъявляю. Ну, какие тебе еще доказательства нужны? Ты знаешь, Сухой, я в ваши блатные игры не играю. Зря ты, Федь, за этих овец впрягаешься. Это здесь вы, мужики, в большинстве. А на зоне наша власть? Ответить придется. Поступай, как знаешь. Подождите. Нет, я прошу, нет. Не надо! Ну, не надо! Ну, не надо! Помогите! Ну, пожалуйста! Ну, не надо! Не надо! Нет! К черту. Плевать все к черту. Товарищ подполковник, там в 27-й что-то начинается. Что делать-то, Николай Степанович? Кажется, дело серьезное. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, пускло звезды мерцают. Не помешаю? Репетируй. Юсти просим. Только я не один. Сучков, заводи. Я тут подумал, чтобы петь от души публика нужна. Так что, певец, все условия для тебя созданы. Ты уж петуха-то не давай. Олег Николаевич, как вы мило это придумали. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная стель пролегла между нами. Не убивайте! Пожалейте! Не вшивай! Сейчас я тебя пожалею, мусорила. Мама, помогите! Помогите! Спокойно! Не надо! Подожди, Петюня! Не надо! Не надо! Все, все, противно! Не надо! Прекрати, не трогай его! Вот ты и вскрылся. Хвост мусорской. Прягся за мента. Вместе подыхать будете. За вами, полыезжай! Открывай! 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 А ты что тут? Камеру раскидай. А этого в одиночку. Пошел! Пошел, пошел! Быстрее давай! Пошел, быстрее на выход! Ты покойникой, Борит. Быстрее, быстрее на выход, я сказал! Ну, отпустите меня, я все равно шрать не буду! Не рыпайся, полезно! Берите скорую рот! Да не ругайся ты, Соколик! Мы же люди подневольные! Начальство приказало тебя накормить, значит, сыт будешь! Вы не имеете права! Да расслабься ты, как бы рот не порвали! Не дергайся, а то цепочкой шире царапаешь чуть-чуть! Ну, начали! Как я люблю глубину твоих ласковых глаз! Как я хочу не прижаться сейчас губами! Темная ночь разделяет любимая нас, И тревожная черная стень пролегла между нами! Верю в тебя, дорогую подругу мою! Эта вера от пули меня темной ночью хранит! Чика, дурак! Отставить! Сучков, чего вылупился? Этих двоих в камеру! Надо врача в больницу! Может быть, выживет? Тем хуже для него! А ты лучше подумай, как свою халатность исправить! Какую? Преступную! Преступную! Бобров! Я тебе жизнь спас! Можешь не благодарить! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не приживайся! Ничего, Алексей! Победили Гитлера, победим мы Фантомаса! Ага! На какую разведку работаешь? Я не на разведку, я сам! Я убийцу выслежу! Ишь ты! Какого убийцу? Такого, который дядю Виля же убил! А ты откуда знаешь, что его убили? Кто тебе сказал? Ты уверен в этом? Я сам слышал, как он грозился его повесить! Вот он его и повесил! Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Вот он его и кровоцерили. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты совсем спятил, Багров? Сергеевич, ты так и не ответил. Зачем ты угрожал Виллеру? Не смей! Чтоб я имени этого больше не слышал. Понял? Субтитры сделал DimaTorzok Зона, Зона, Безозона, Сефизона Зона, Зона, Безрезона, Конитер Зона, Зона, Нек сидельцам, Нек поконам Не спешит прийти апрельская копелька Это незаконный арест. Вы не умеете права, я гражданин Соединенных Штатов. Соединенных? Не повезло тебе, вражина, родиться. Это тебе за бурю в пустыне. А это тебе за обугрыб. Немедленно выпустите меня в незачитаемые права. Сними с него наручники. Постановление зачитаю. В общем, оставь так. Голубь подними. Постановлением Народного Суда Слободского района гражданин Соединенных Штатов Денис Уоррен заключается под стражу на весь срок введения следствия по делу совершения указанным гражданином насильственных действий по отношению гражданки Нечаевой ЛЮ предусмотрено статью 131 части 1. Я протестую, это обман! Подпишите, что вы ознакомились с постановлением с весьма наручниками. Ничего не подпишу. Это вопрос ищет мой адвокат или консул Соединенных Штатов. Ты еще свинопаса. Президента вашего позови. Гражданин начальник, разрешите, я ему врежу. Пошел вам. Не ходи по-хорошему. Объясни ему, что ли, по-русски. Ай-я-я-я-я-я-я-я! Ай-я-я-я-я-я-я! ладно пусть цену не сбивает игра стоит свеч стоит да сделаем все не бзди все сделаем ладно я сейчас тут кое-какие проблему улажу и подъеду да все сделаем я сказал все жди хилый вы народ ямки встать живо насилом вы ничего не добьетесь ока обойдемся без твоей подписи подпишись и этих америкосов с детства не люблю порожками так себе третий сорт слушай морж прекрати а вода холодная смотреть больно а ты мне смотри дорогой плещись экономист здоровом теле и докрыть какого ляда что забузал твоей богаделье 10 балл сергеевич полоскова твоего вычислили мы мешались как положено от самосуда спасли спасли тоже мне чип и дейл она хрена мне это надо я действовал по инструкции в карцер тоже по инструкции заснул не змей мне указывать я пока на тюрьме хозяин и порядки буду я устанавливать коля нужно все исправить ты главное не вмешивайся за последствия я отвечу я ответишь паша за все ответишь обязательно я твое дерьмо разгребать не буду ты еще пожалеешь об этом а а а а а а Жень, салу будешь? А то! Спаски, идиота, прими! А преступление с доказанием пусть пока на мне повисит. Басонечке мармеладовый сеанс ловишь? Уважаю, сильная порнуха! Эй, я вижу, ты проснулся. Поешь с нами? Нет, спасибо, я не голоден. Вижу, сильно тебя припечатали, пока хозяин дурковал. Что за кипиш-то был? Да, так. Протварь решил с ментом одним поквитаться. Чего-то что? Ты не люблю, когда в человек хреном тычут. Ясно. Хочешь мозги расслабить? Бери, бери. Читай на здоровье. Я недавно перелистывал. В нашей дурке приличный книг всего лишь десяток. Я уже по второму кругу начал. Бери, бери. Над этой, что ли, надругался-то? Не густо. Видать, специально хотел потрахаться. Дядю. Из карманов на стол. Ну. Почему вы не вносите изъятые предметы в опись? Сейчас. Сейчас я кредитку тебе в твою опись. По локоть засуну. Разделся живо. Я не буду раздеваться. Нет, не родственник. Капитан Багров. К вам вчера от нас человека привезли с огнестрельным. Что? Хорошо. А когда это будет известно? Да. Хорошо, спасибо. Ну. Ну. Операцию Чиги сделали. Но. Пока без сознания. Ну что сказали-то? Жить-то будет? Ну. Говорят, шанс есть. Слышь. 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 Пять раз присесть. Сел. Встал. Сел. Встал. Сел. Встал. Сел. встал наклонился наклонился вы нарушаете права человека за это вы самой попадете в тюрьму посади-ка ты у стакана а то пассажир похоже не догоняет так ты говоришь тебе полтора года осталось да с небольшим а тебе понимаешь сдал свой гараж в аренду а теперь соучастие в банде шью круто откуда же мог знать что в моем гараже машины до гаечки развинчивали а потом на запчасти продавали ничего самое большее что на тебя можно повесить это халатность ну или уклонение от увлака налогов каких еще налогов вот уже гараж в аренду сдавал ну ну а ты налоги с доходов платил но я что дурак свои угрожайшие налоги платить шмойга охраняй да боец на ка кури ментам отнеси в автозакт спасибо посиди-ка то сейчас брат вас прогулки вернется устроить тебе теплую встречу ты чего опять народ мутишь а пряжкина в смерти велера обвиняешь я его не обвиняю не имею оснований однако пряжкин угрожал велеру а точнее грозился ему повесить и что и что я спрашиваю я тоже будет людей куда подальше может и мне это припомнишь степаныч но ведь его же кто-то убил понимая перестань юра перестань я сказал сам он сам велер повесился и не лезь больше в это дело понял понял я спрашиваю он понял а и 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 Сейчас к портному подшиваться иду. Третья ходка? Так милости бросим. У нас камера тихая, сплошь мужики. Ну, мужики не бабы. Жень, придется тебе место у Решки дорогому гостю уступить. Я правильно держусь? Ну что ж, огорчаться не стану. Все по понятиям. Опять бодягу разводишь? Прошлого раза мало. Ну а что, мне надо было сказать, что я мусор? Сказал бы, что мужик зачем в блатны записался. Ну, вырвалось. Ну, прости, спасибо тебе за все. Мне пару дней перекантоваться, все нормально будет. Девушка, вы к кому? К подследственному Павлову Алексею Михайловичу. Камера 1, 2, 3. Документы. Вот. Мобильный телефон имеется? Да. Я могу пройти? Документы. Я же уже отдала документы. Бумаги, подтверждающие ваше право общаться с подследственным Павловым. Какие-то проблемы, Сальников? Немедленно пропусти. Понял. Проходите, Елена Сергеевна. Спасибо, Юр. Я уже думала, этот злюк освидетельство о рождении. Вопрос. Слушай, отлично выглядишь. Ну, пойдем, расскажу тебе о Павлове. Обижаете, товарищ капитан? Я уже в курсе. И думаю, что о деле Павлова мне известно больше, чем кому-либо. Павловим. Продолжение следует... До встречи. Лопатник, я тут интересуюсь, ты же вот бывалый арестант, скажи, где такой Назоново беспредел? По-разному бывает. Что тебя конкретно томит? Гигиена сна. Понимаешь, матрас весь в комках, жесткий, всю ночь кручусь. Ну, в натуре беспределек. Брось, хроль. Лучше на шконке, чем под ней. Женя, не встревай, когда я разговариваю с уважаемым человеком. Извиняйте. Да как мне быть-то? Главное, без воздуха не остаться. А, знаю, воздух — это деньги. Есть, есть воздух. Ну и не менжуйся, хроль. Вижу, ты пральный мужик. Слушай, сюда. Кабанчика на хазу подгонишь. И деньжат наликом. А я тебе перинку нулевую сделаю. Свободен. Спасибо. Спасибо. Не могу я каждую хату осматривать? А каждую не надо. Меня сейчас только 17-й интересует. А чего это? Тебя до ГДХ-то волнует. Вип-персона? Да посади кого-нибудь за 17-й наблюдать. Круглосуточно. 17-я, 17-я. Барыга, убийца, бандит и бывший менца Айболита. Кого упасешь ему? Напрасно темнишь, я все равно узнаю. Товарищ майор. Чего там у тебя? Американец песня стал мяукать. Как бы ни свихнулся. А что ты от меня хочешь? Ну что делать-то? Ты вот у него спроси. В конце концов, мы его распоряжение выполняем. Подержи еще часик в стакане и на карантин. Есть, понял. Не стану скрывать. Дело ваше непростое. Однако мне удалось уже кое-что накопать. Я уже наметила линию защиты. Да какая уж тут защита. У меня в свидетелях сотрудники милиции. А они не будут являться в суд. И следствие может длиться годами. Столько, сколько позволяет максимальный срок по моей статье. А это от восьми до двадцати. Вижу, стакамерники вас уже просветили. Однако не стоит отчаиваться. Все поправимо. Я, между прочим, за свою практику не проиграла ни одного дела. И сколько же их было? Ваше будет третьим. Елена Владимировна, адвокат мне сейчас не по карману. Алексей Михайлович, я в курсе ваших финансовых затруднений. Я уже говорила с вашей женой. Сейчас понадобится лишь незначительная сумма на представительские расходы. А мой гонорар мы обсудим позже, когда вы выйдете на свободу. Да, ваша жена очень просила не отказываться вас от моей помощи. Вот, она попросила передать. Здесь лекарства. Не отчаивайтесь, Алексей Михайлович, мы еще поборемся. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Крылова, Крылова. Крылова, Крылова. Распишитесь здесь. Ну что стоим, кого ждем? Все, обед. Надоели все. Фух, неделька началась. Здорово-ка. Привет. А, Юр, привет. Ты будешь хочешь? Нет, ну что, я в завязку. Слушай, а Марш, мне стоит с сыном поговорить. М-м-м-м. Сын. Так, пойди погуляй. Мам. Бегом, я сказала. Юр, че ты все играешь в эти игры, а? Че ты добиваешься? Че тебе надо? Такие игры, Марш. Да ладно тебе. Ты думаешь, если пряжкин пригрозил Велеру, так и убил его, что ли? Так? Мог? Ой, мог. Хотя не знаю. Он к его младенькой-то приставал. А девке всего 16 лет. Юр. Ой. Фух, ты! Фух, ты коммунист фунц! Крэзи, егл, фух, ты дожди, вилд, фух, ты дожди, русские пицы и шип, фух! Это, как они называют... Фух, ты демокрэси! Ты crazy, коммунист, сука, бичи! И я никогда не изменю! Я никогда не изменю! Я никогда не изменю! Фух! Фух! Сначала обвиняют. Бог знает в чем. Потом избивают. И это называется демократия. Да, в Америке... За это поддали подсуд. Этот офицер и начальник тюрьмы и министр юстицы бы сняли! Понимаешь, такое в Америке невозможно! Не веришь? Ты странный народ. Русский. Говорят, ты в этой хате дольше всех. Завтра уже два года будет. Сумма, наверное, можно сойти. Завтра суд. Дочь с внучкой должны прийти. Внучка у меня маленькая, пять лет. То есть уже скоро восемь будет. Такая умница. Одни пятерки в школу приносит. Раньше я преподавал историю марксизма, ленинизма. Кандидат на Укса, все прочее. А потом с этой перестройкой все наперекосяк пошло. Кем только не работал. Пить начал, но это мой грех. До сторожа в детском садике дослужился. Не надоело еще? Вот мечтала она. Мечтала моя Наденька о кукле. Какая-то особенная, коллекционная. Подружка у нее была. Мама с бухгалтером. Отец-прапором на каком-то складе. Черта лысого могли ребенка купить. Короче, украл я эту куклу для внучки. Так что, Алексей, не думай. Я в куклу не играю. Не совсем еще рехнулся. Вот хочу завтра Наденьке куклу подурить. Как ты думаешь, понравится? Обязательно понравится. Я тоже думаю. Совсем оберекозы охренели. Стены наши, Марай. Свобода захотел? Мочи. Живо, гад, оттирай! Алло. И никакой свободы. Слушай, а хочешь, я тебя покормлю? У нас в столовой отличные блинчики делают. Да нет, спасибо. Я не голодна. Ну, как хочешь. Прошу. Сорись. Ты все хорошаешь и хорошаешь. Когда замуж, сестренка? Юр, ну какая я тебе сестренка? Я сестра твоей жены. К слову, практически бывшей. Ну, это мы еще посмотрим. А что там у нас с Павловым? Юрочка, ты пойми, Павлов по-крупному влип. Очень большие люди заинтересованы в том, чтобы он сел надолго. Послушай, скажи мне, ты сама-то веришь в невиновность Павлова? Веришь, что им пистолеты подкинули? Конечно, подкинули. Все же знают, кто Гаврилова заказал. Просто следствию понадобился козелу. Попущение нашли Павлова. Жалко человека. Попал под раздачу. Может, новости послушаем? Че ты вякаешь? Че ты вякаешь? Братва футбол уважает. Ах! Вот, работа на сегодняшний батча... ... Какой масти будешь? Денис Уоррен, гражданин Америки. Америки? Уоррен. Уоррен. Ты, ворон, пидор поди. Я слышал, вас там негры во все щели долбят. Я не пидор, я художник. Художник? А так можешь? Кто это тебе художник так фасад распортачил? Офицер не приставился. Высокий, такой, с руками как горилла. Тудилов, ясен пей. Тебя за что повязали-то? Уоррен. Это ошибка. Это все по ошибке. Какой тип вы обрабатываете? Они обрабатывали меня с убийством, но я не трогал девушку. Я пришел из России. Тихо. Братва. А статья-то у Ворона нехорошая. Ну, плячь, что у тебя статья. Вот это, Лена, сможешь доказать невиновность Павлова? Постараюсь, Юр. Хотя шансы вытащить Павлова равно нулю. Я взялась за это исключительно по твоей просьбе. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Я даже с Танькой поссорилась. Сестра злится на тебя, хочет подавать на развод. Но я хочу, чтобы ты знал, я... И на твоей стороне. Спасибо тебе за заботу. Ну, только виноват я сам. Мне самому и разбираться. А с Татьяной помирись. Ушенос, сестренка. Он наших девок трахал. Или тебе своих мало? А? Это не правда, я к ней даже не прикасался. Ша! Глохни. Пять минут тебе на базар. И твою статью тебя раков растолкует. Я буду говорить только в присутствии адвоката. Ну, ты ворона, Петросян в натуре. Мы, мы твои адвокаты. Вырубаешься? В меня адвокаты. То, что произошло со мной, это не ваше дело. Не мое дело, Ляд. Я ж тебя на лимонной дольте порву. Членосуй заморский. Куда? Машины. Закупатурить надо. Ну, как вам дела, Федор Игнатьевич? Операция прошла успешно. Жив. Жив певец мой. Да. Судьба у человека. Вот соком унесу. Как думаешь, томатный его можно? Надо у врачей спросить. Верно. Ну, ладно. До завтра. Ну, хорош жрать. Я так понимаю. Неспроста Америкоса к нам в хату закинули. Мусорам надо, чтобы мы его обломали. Чтобы он потом сам к ним приполз, так? Да только мы не доставим этим сукам такую радость. На карантине будешь, пока я все не выясню. Что такое карантин? А то, что пока ты не то, не сё, ворин. То ли петух, то ли чушка. Из-за того, до позиции Сэма Феган и Сэма Джош Мо. Чмо, чмо! Короче, нельзя чужие вещи трогать. Потом есть за общим столовом тоже нельзя. Где моё место? Там спать будешь. До выяснения. Постой, Сергей. Я тебе ясно сказал! Не будь ходи ко мне! Прости ты меня, я... Ну, Сергеич, извини. Не знал я. Тебе хорошо. У тебя дочка пока маленькая. Поговорил мне тогда с Леллером. Крепко поговорил, по-мужски. Ну, пообещал отходить её стороной. А Наташка... Из дома убежал. Шестнадцать лет! Возраст такой! Слушай, Сергеич, у твоей Наташи был такой платок? Иди. Вот такая бельба. Прости, господи, душа у меня грешна. Ты чё ты будешь? Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас пройдёт. Сейчас, сейчас. Сейчас пройдёт. Ах! Ах! Ну, чего вылупился, чурка широглазый? Ах! Алё, ты чё? Куда зашёл? Ах! 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 Ты чё не понял? Куда зашёл? Ах! 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 А теперь всем бесец. придется недельку дома полежать гуляй побольше читай можно даже в кино сходить о проблемах пожалуйста не думай ну как ты отпустила вроде где когда еще раз посмотреть я точно у меня это способ КОНЕЦ Приехали. Мужики, помогите, с оперированного. Фу, нехристи. Да. И я собрала справки. Выписки из медицинской карты. Думаю, нам удастся перевезти Павлову в больницу. Там ему будет полегче. Надо говорить с Раевским. Черт, ничего не выйдет. Если я вмешаюсь, это твоему клиенту только навредит. А Раевский это ваш начальник обречать? Редкая сволочь. Что случилось, Федор Иванович? Нет. В общем, да, певца моего привезли. А знаешь, я сама поговорю с Раевским. Думаю, мне удастся его убедить. Ну, попробуй. Да, Юр, я хотела тебе кое-что сказать. Хотя нет, позже. Что сказать-то? Потом, потом, я к тебе сбегу. ГОВОРИТ НА ИВАННОМ ЯЗЫКЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Параши пошарь, там самая вкусненькая заныкана. Понял, кому отдать? Тише ты передам. Заказ на Эболида. Я этого не слышал. Тише передам. А в свои дела не вмешивай. Все равно же прочитаешь. А не сыплый бой. Ты и так в моих делах уже по уши вмешивай. Послушай, старшой, это же порошок. Обычный порошок. Трусы в носки стереть. Так я и поверил. Ага. Нашли, дурачка. Станете вы здесь порошок прятать. Кокс! Чистый кокс! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пассажиров поднимается этап. Жизнь лихая создала им предпосылки. Что не выпустит закон из цепких лап. Зона, зона, без озона, все без зона. Зона, зона, без резона, гоните. Зона, зона, не к сидельцам, не к погонам. Не спешит выйти апрельская капель. Спасибо. А ну сплотиться! Лопату. Что, лопата? Тугрики давай! Создание! Я же тебе уже давал деньги, ты что? Да ты что? Ты на общак давал! Давай, давай, давай! Не жадись! Не надо больше денег, Хрулев. Лопат кое-что вспомнил. На! Сдачи не надо! Спасибо тебе, лопата. Даже не знаю, как тебя отблагодарить. Спасибо. После сочтемся, Хруль. Что ты шепнул-то ему, Андрюх? Да так, волшебное слово. Ой, темнейший Айболит. Понимаешь, Жень, такая долгая история всегда. Ой, да ладно, Андрюх, не напрягайся. Я к тебе в душу не лезу. Вы с ума сошли? Второй день после полостной операции. Ему же в реанимации лежать надо, ему уход нужен. У нас для нормальных людей персонала не хватает. Пулю мы достали, остальное ваши проблемы. И тапочки надо вернуть другу. Ничего, ничего. Главное, жив остался. Вот тебе под лечо на ноги поставили. Тихо, тихо, тихо. Держите его. Товарищ капитан, я, это, я отлучился на минутку? Ну, по делам. Платок где? Какой платок? Этот. У меня его нет. Дурачка ты не включай. Пряжкин его у тебя видел. Он у меня был. Я, товарищ капитан, да если б я знал, что это ваша вещь, да если б я только знал, товарищ капитан, я у себя в коптерке нашел, но думал ничей, ну, с усанью своей к празднику подарил, я верну. Верну, я ей скажу, она сегодня же принесет, товарищ капитан, ну, мамой клянусь. Ты что, ворон, творишь? Прекращай, если не хочешь шнырём по жизни заделаться. Что такое шныр? Ну, убирать за всеми будешь. You'll have to clean the cell for all first. Брось тряпку, дурак. Здесь надо всё вычистить, и всё будет окей. Бетя, Бетя, смотри, америкос сам в шныре просится. Эй, полоску, под мою шконку тоже протри. Нет, каждый должен своё сам мить. Нет. Косяки твои прощаю. Косяки твои прощаю. На время. Намолись, придурок, чтоб малява с волей твою байку подтвердила. Если что, под шканаль загоню, ты у меня весь срок укорекать будешь. Молодец, адвокат. Хорошо постаралась. Только сейчас это всё напрасно. Состояние здоровья Павлова в норме. Но ведь ему в любой момент может стать хуже. Станет. Не вопрос. Переведём на больничку. И всё-таки я настаиваю, вы не можете игнорировать предписание врачей. Скажите, Ленович, а чего это вы так за него переживаете, а? Кто вас нанял? Меня наняла жена моего клиента. Да, Леночка. А вот обманывать вы не умеете. Это плохо. Адвокату без этого таланта тяжело. Я же знаю. Вы, сестра, жены, Багрова. Как это называется? Заловка? Надо у Багрова спросить. Напрасно, напрасно. Он вас сюда подослал. Я защищаю интересы своего подзащитного. И Юра здесь абсолютно ни при чём. Я же говорю. Нужно научиться врать. Наверное, рассказал, какая я бессердечная скотина. А разве это не так? Так, так, конечно, так. Лен, ну зачем он тебя во всё это втянул, а? Это ж гиблое дело. А для начинающего адвоката любое поражение и удар по карьере. Дело Павлова сфабриковано от начала и до конца. И я это докажу. Хорошо. Я подумаю. Может, и пусть ваш Павлов пока полежит на больничке. Но у меня скотина такой. Два условия. Первое. Улыбнись, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Боже. Боже. Ну, разве можно отказать девушке с такой ослепительной улыбкой? А второе условие? Лен, давай пообедаем вместе, ну. Клянусь не показывать своё звериное рыло. Рискнёшь? Алексей, посмотри, я там рукав зашевал. За один видно? Нет, всё нормально. Знаешь, не не хочу выглядеть жалким. Пусть, пусть меня приговаривают, но только не презирают. Да. Это уже последнее дело. Дальше уже всё. Дальше уже ехать некуда. Валерий Анатольевич, ну, не надо себя раньше времени приговаривать. Ну, да. Подожди, это что? Это что, мне? Ну? А какой костюм без галстука? Не солидно? Пугай, по сезону. Ага. Иду. Спасибо. Спасибо. Спасибо тебе, Алексей. Я буду аккуратно. Как только осужусь, сразу вернуло. К стыне. Жди. Да. Товарищ капитан, Крылова заводить? Да. А этого обратно. Ну, чё застыл? Двигай. Двигай. Кум ждать не должен. Пошёл. Проходите. Присаживайтесь. Курите. Спасибо, гражданин начальник. Я уже покурил. Я хочу, чтобы вы знали, Андрей Викторович. Я вам сочувствую. С вами обошлись жёстко. Даже жестоко. Я тоже так считаю. Дальше-то что? Зачем вы меня вызвали? Мне известно, что вам угрожает уголовник. Это вы про Сухого? А что он мне может сделать? Я сейчас в нормальной хате. Сокамерники приличные люди. Напрасно вы недооцениваете Сухого. Это очень злобный и мстительный тип. И что вы предлагаете? Дайте свидетельские показания, что он хотел убить вас и этого Полоскова. Пока Сухой меня не трогает. Пока. Пока. Я вам ей показания. Вы дело заведёте. Но Митя-то Сухой никуда не денется. Он ведь всё равно останется здесь, в тюрьме. И тогда уж у него будут все резоны меня грохнуть. Я приложу все усилия, чтобы этого не допустить. Ясно. Будете заставлять. Понятно. Заставлять не буду. Не мои методы. Не мои методы. Ну, Володь, ты меня и напугал. Да, дела. А что случилось-то? Чего ты стрелял-то, Володь? Ну, повздыхай, повздыхай. Раскаяние свойственно мыслящей личности. Ты же никогда мокрушником не был. Ты же встал почти на путь исправления. Может, тебя все условия создали? Жил, как у кота за пазухой. Мы не понимаем. Ну, ладно, выздоравливай. Скоро на ноги встанешь. Мы с тобой споём. Мы с тобой обязательно споём, Володя, да? Моланда. Моланда. Лежите. Вам надо лежать. Да, если не встанут их баландами, у меня просвистит. Лежите, я принесу. Чего, Палыч, шестёркой на старости лет обзавёлся? Извечаю. А что, Палыч, западло с понтами конца откинуть? Включи мозги, Петюня. Палыч на больничку хочет спрыгнуть. Вот под гашёвую коси. Да ладно. Складно. Хе-хе, Моланда. Ты мечи пореже. Кушай, кушай. Обраслушка есть? Конечно, мы его в особых случаях подключаем. Суперски. А ну, брысь отсюда. Ну, что тут у тебя? Пока всё тихо, он следачок по лезвию ходит. Глаз не спускай с этой хаты. Конечно, в случае чего Раевскому доложу. Не надо Раевскому. Сначала мне. Как же, а его приказ? Я твой начальник. И будешь выполнять мои приказы, ясно? А я в прошлом году баньку построил. Шесть на девять. Брёвны какие-то специальные в Финляндии заказывал. Двух от них. Качаешься. Сгниёт твоя баня, Кроль. Пока ты тут паришься? Может. Кажешь, я без бань. А я привык по пятницам с пивком. Сегодня как раз пятница. Пивка я тебе не гарантирую. А насчёт бани? Могу с Вертухаеви договориться. Кажешь, только вчера мылись-то. Не позволит. Ты чё, Хруль? Дупель пусто-пусто. Раскинь мозгом, бухгалтер. За это договоришься. Сообразительный. Пожрайся, Орудин. Слушай, смотрю я на него и думаю. Что думаешь? А вы же в одной хате сидели, так? Ну да. Как к нему брату относится? Да так. Мы с ним там и не общались. Ага. Понимаю. Ой. Не нравится мне наш болотной. Какой-то он оперетышный, что ли. Перестань блатного изображать. Ну, назывался груздём, полезай в кузов. Да не сытая болит, всё нормально будет, меня мужики уважают. Не крати, ты что, совсем ничего не соображаешь? Ну, ты, ты на меня не доезжай. Рано или поздно они всё о тебе узнают. Ты догадываешься, что будет? Да как они узнают? Да я сам скажу. А я им скажу, что ты заранее всё знал и меня покрывал. Догадываешься, что будет? Тихо, тихо, тихо. Чё ты, чё ты? Чё, Хруль, лёгкие морозы? Я это, свеженький воздух, а то в этом смраде-то какую-нибудь можно эффекцию подхватить. Можно, Хруль, можно? Обязательно подцепишь. Спросить тебя хочу. Ты ещё не боишься? Я бы на твоём месте покоя не знал, а ты сидишь. В ус не дуешь. Я здесь нахожусь незаконно. Да, ну, опять заладил. Закон, что дышу. Они не могут меня судить. При арест они не зачитали мне мои права. Чё они сделали? Они не зачитали мне мои права. Теперь любой суд признает, что арест незаконом. Любому. Сейчас, ворон. Я тебе твои права промеж глаз зачитаю. Чё ты? Чё? Я же сказал, ворона до выяснения не трогать. Ты побери, ручонки-то, художники. Какое дело? А ты как думал, Фёдор Игнатьевич? Со своим щигой в саду или в огороде тренькать, а? Заведём на твоего певца новое дело. Обычное, уголовное. Не надо дело. Олег Николаевич. Миленький. Ну, придумайте что-нибудь. Опять во что бы то ни стало? То есть, опять в обход закона? Ну, я не знаю. Ну, как-нибудь. Умоляю вас. Договорились. А труп с огнестрельным из твоего табельного на несчастный случай спешим. Или на твою преступную халатность. Так, Фёдор Игнатьевич? Строение. Раз, два, три, четыре, пять букв. Заканчивается на К. Карцер. Лёнчик, в карцере шесть букв. И К в начале. А тебе говорят. Последнее К. Какой же карцер? Строение. Это помещение. Лёнчик. Тогда барак. О. О. Ха. Подходит. Ну, надо же. Всё детство в бараке прожил. А не до Томка. Ну, что? Сколько? Ну, что? Поехали, Томич. И на зоне люди живут. Ну, неужели за куклу трёшку впаяли? Не. Два. Два года дали. Два года? Да. Стоп. А ты сколько отсидел? Да и сегодня. Сегодня будет два года. В 19.00. Да ты чего? Опа! Вопруга! Просто! Затиски вечера выйдешь! Ну! Спасибо тебе, Алексей. Счастливый твой голос, как оказался. Когда пойдёшь приговор, обязательно одень. Обязательно. 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 Привет. А Павла перевели на больничку. Отлично. Как тебе это удаётся? Пообедал с Раевским. Знаешь, ты относишься к нему с предубеждением. По-моему, он очаровашка. Ну, вам, девушка, видней. Так о чём хотела поговорить? Не хотела, чтобы ты по почте узнал. Танька попадала на развод. Хочешь, я помогу тебе отсидеть дочку? Нет, Ленька. Это будет не по-людски. Юрка. Родной мой, мне не так жаль. Я тебя никогда не оставлю. Я всегда буду с тобой. Всегда, слышишь? Спасибо, сестерка. Ты настоящий друг. Всё, 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 всё. Обед, обед. Хватит уже. Надоед. Ой, неработка, неработка, неработка. Ну и неработка. Ну и неработка. Ой. Мама! Ну, стой. Заберите свою зажигалку. Что случилось? Что случилось? Что случилось? Зачем взял зажигалку? Я только поиграться хотел. Что случилось? Я игралку твою обломаю. Ну, 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 ну. Ещё раз увижу твоего ублюдка, возле караулки убью. Хватит. Что такое? Я не поняла. Что ты берёшь зажие вещи? Я тебе сколько раз говорила? Все нервы мне выдрепал. Хватит за тобой смотри здесь. Что, других нету месту, что ли, играться? Ну, же оставьте в покое ребёнка. Ой. Дай выпить. Забьёшься с вами. На. Сейчас, тебе запустить. Э-э-э-э-э. Ты же в завязке. Куда ты? Куда ты пьёшь? Баби, я тройный. Осень-один. Осень-один. Да! Прими маляву. Принимаю. Ка. Поехали. Волк, товарищ капитан. Не знаешь, кто его потерял? Даже не догадываюсь. Скажи, Виллер часто к тебе заходил? Ну, бывало, да. У него в коптерке какие-то встречи были. Она же не просматривается. А с кем он встречался? Не знаю, не знаю. Я же только ключи давал. Кстати, после такой встречи я этот платочек-то и нашел. Ну, Володенька, здравствуй. Вижу, на поправку пошел. Так держать. Молодец. Так, вот тебе тапочки. Супруга моя тебе пирожок спекла с мясом вкусной. Санитара, что за безобразие? Почему утку не подали? Утку ему дай. Не буду. Сам неси. Что за препирательство? Почему не обеспечиваете уход за тяжело больным человеком? Потому. Да я на вас рапорт подам. Вы мне назад в камеру пойдете. На вашем месте каждый бы помог. Никто не поможет. Почему? Опущенный он. Кто? Песни хотел, вот и опустили в пресс-хате по беспределу. Да не может быть. У нас в тюрьме нет пресс-хата. Это невозможно. А вы не знали. Запущенным никто убирать не станет. Никто не хочет через него зашквариться. Разве что вы сами уберете. Греби сюда, ворон. Эй, глян. Шутай. В общем, братва пришла к выводу, что аналикоз девку не трогал. Классический развод на бабки. Ты хоть понимаешь, чего тебя хотят? The kingpin decided you were innocent. It was a classical fraud. They know what they want from you. Хотят, чтобы я отвечал за то, что я никогда не делал. Слушай. Если раком поставили, кричи не кричи. Заплатишь бабки, свободен. А нет, будешь на нарах париться. They'll put you in a dog-style position and screw it if you don't pay them. Но по закону это не вот. Да иди ты со своим законом. Нет в России закона. И никогда не было. Понял? Бабки, бабки, достать сможешь? Я не виновен. Я никому не буду платить. Твоя пацанская воля. Снимайся с карантина, получай прописку, можешь шконку сменить. Не буду. Мне моя шконка нравится. Выпускай давай. У меня срок через 15 минут истихает. Через 15 минут и поговорим. Через 15 минут поздно будет. Режим до 7 выпускаем. Вот завтра и пойдешь. Чего ты паришь? Днем раньше, днем позже. Да иди ты. Товарищ капитан, вот сова пуянет. Я знаю. Открывай. Вещи собрали? Да, да, да. Везет тебе сова. Твой день. Я вам не сова. Я Шугаев. Валерий Анатольевич Шугаев. Кандидат философских наук. Валерий Анатольевич Шугаев. Валерий Анатольевич Шугаев. Поехали. Валерий Анатольевич Ругаев. Продолжение следует... Это я в камере из хлеба слепил. Как вы думаете, внучке понравится? Распешитесь. Гражданин Шугаев, Валерий Анатольевич, вы свободны. 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 Вы подлец! Вы подлец! Олег Николаевич, как вы могли так поступить, Чига? Понятно. Лучше, я тебе скажу, Шедор Гнатьевич. Привык ты чужими руками жар загребать, замполит хренов. И запомни, это ты Чигу опустил. Нет. Ты, ты. Ты хотел его... Любым способом петь заставить. Теперь получай. А за это... Ты еще ответишь. Юрий Иванович, ну че застыл? Стаканы давай, помянем твою завязку. Дружище, ну давай, вышли нос. Давай. Эх, ну это дело, я понимаю. За что петь будем? Юр, ну сам знаешь за что. Ну давай, ну че ты вы? Ну... Ну не расстраивайся. Давай. Давай. За что? Давай за все хорошее. Давай. За все хорошее. Давай. За тебя все закуски не брезло. Ой, фу. Фу. Ой. А это ты откуда? Че? Нашел. Нашел? Кому отдать не знаю. Хм. Зато и я знаю. Ммм. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok